Приветствую всех на канале The Game Reviews, сегодня в выпуске. За что можно получить перелом ноги на студии Battlestate, почему игра не вышла в ранний доступ на площадке Steam, и почему такие серьезные проблемы с сетевым кодом в игре, ну и другие нюансы разработки. Данный выпуск вышел при поддержке зрителей с позывными GMX Style и SHEM 090 TGR. Спасибо вам, ребята, за поддержку канала. На канале подкаст «Как делают игры» был прямой эфир, в котором участвовал Никита Буянов. Он рассказал некоторые нюансы самой разработки игры. И так как в этом прямом эфире было много лишней воды, я постараюсь сжато рассказать самые, на мой взгляд, интересные моменты, которые там были затронуты. В самом начале Никита рассказал, что на студии Battlestate Games могут сломать ноги, если будешь говорить «Тарков» вместо «Тарков» и «Обойма» вместо «Магазина». То есть тем, кто до сих пор в Ютубе зачем-то упорно говорит «Тарков», лучше не попадаться на глаза разработчикам. Почему именно «Тарков», а не «Тарков» уже многократно было объяснено. И даже в самой официальной группе ВК стоит ударение на букву «А». Следом на эту же тему, судя по всему, в чате у Никиты кто-то спросил, ломают ли там ноги за вопросы по нет-коду игры. На что был дан довольно развернутый ответ, суть которого заключалась примерно в том, что основной костяк проблем с сетевым кодом сейчас завязан непосредственно на движке игры. Именно движок, а точнее его сетевая часть, не вывозит одновременное нахождение множества объектов на локации. Напомню тем, кто не играет в игру, что оружие в этой игре из себя представляет именно оружие с патронами и деталями внутри, в которые до сих пор почему-то некоторые не верят. Якобы, что зачем прорисовывается автоматика внутри оружия, если ее никто там все равно не видит? Че это за бред? И они забывают, что с автомата, например, прямо в рейде, прямо вот ты бежишь с автоматом Калашникова и можешь прямо в рейде снять с него крышку ствольной коробки. И увидеть все, что там внутри находится. И дети опять спросят, а зачем ее снимать во время рейда? Да просто потому, что мне захотелось. Какая разница, зачем ее снимать? Главное, что ее можно снять и, соответственно, автоматики там тогда не будет, если ее не прорисовывать. Поэтому прорисовка этого всего выполняется всегда, чтобы не было каких-то подгрузок объектов во время, например, снятия этой крышки. А представьте, сколько персонажей одновременно могут находиться на локации, держа в руках АК или другое оружие, работающее как минимум на АК-системе. Это малый пример, которых на самом деле уйма. И Никита сказал, что одновременно на локации может находиться в пределах миллиона объектов. Даже он что-то цифру больше назвал, я не знаю, насколько она праведила, но в общем, в пределах миллиона объектов. Местонахождение которых и держится на сетевой части движка, который очень плохо справляется с такими объемами. Было сказано, что сейчас NetCode Unity уже многократно переделан вручную, и по сути он уже мало чем похож на оригинальный NetCode Unity. Но есть какие-то, так сказать, каркасные, как я понимаю, вещи, которые упираются непосредственно в сам Unity и приходится работать непосредственно с разработчиками движка в попытке решить эти проблемы. Также было сказано, что ведутся работы, и в данный момент уже дело движется в лучшую сторону, но думаю, что до конечного пользователя, то есть до нас с вами, это дойдет, скорее всего, еще не скоро. И Никита в том числе смотрел видос человека из Германии, который, кстати, мне многократно присылали и в комментарии, и в личку. Я сразу могу сказать, что никакие ссылки в YouTube в комментариях не проходят модерацию. Они остаются в разделе спам, который я никогда вообще не открываю. То есть в спам ничего мне кидать не надо, любые ссылки автоматически сами туда попадают, это не я их туда кидаю. Поэтому, ну не нужно, в общем, этого делать, если вы не хотите, чтобы ваш комментарий попал в спам. Так вот, Никита смотрел ролик того человека, он, я забыл, кстати, к сожалению, название канала, блин, канал, кстати, довольно большой, там порядка 90 тысяч подписчиков у него. В общем, человек провел тест сетевого кода игры, и по результатам этого теста оказалось, что сетевой код игры Побег из Таркова, ну, мягко говоря, не очень хороший. Также было сказано, что будут учтены все выявленные, скажем так, неполадки сетевого кода, также в том числе по этому видеоролику. И Никита сказал, что они, как только проведут работы по исправлению этого всего, попросят автора этого канала сделать перетест сетевого кода, для того, чтобы либо убедиться в том, что код сейчас исправен, либо чтобы показать, что ваши работы, ну, так сказать, были неэффективны. Я не знаю, почему, кстати, сами разработчики не могут такие тесты проводить. В общем, вопрос открыт. Ну и из всего этого вытекает вопрос, тогда какого черта все-таки используем именно движок Юнити? У многих такой вопрос возникает, но лично я давно на него ответ услышал, еще, наверное, до того, как я купил эту игру. Во-первых, основная причина старта разработки именно на Юнити связана с тем, что еще во времена работы над Contract Wars, основная часть разработчиков научилась работать непосредственно с этим движком. Знали его основные проблемы, основные возможности и вообще наработана база взаимодействия с этим движком. Об этом было сказано еще в 2016 или 2015 году. Не знаю, почему у людей до сих пор возникают вопросы, почему Юнити. И вот за 8 лет работы с этим движком, 8 лет это я имею в виду, точнее Никита Буянов имел в виду, что они работали на этом же движке еще в Contract Wars, поэтому общее, скажем так, время работы с ним учтено, поэтому 8 лет. Так вот, за эти 8 лет абсолютно все проблемы так или иначе все равно решались. Никогда не было такого, что ну вот не работает и ладно, идем дальше, короче. Типа, если появляется проблема, то ее обязательно решат. На уровне движка все решаемо, если работать непосредственно с разработчиками этого движка. То есть очевидно, что проблема с неткодом рано или поздно будет решена, но, конечно, лучше бы рано, чем поздно. И надеюсь, что в ОБТ игру не будут вываливать до того, как хотя бы половина проблем этого неткода не будет исправлена. Ибо иначе, те, кто придет попробоваться в этой игре бесплатно, сразу ее засрут и начнут изо всех щелей лить дерьмо. Также Никита упомянул вскользь, что да, игра выжирает до 12 гигов оперативки, плюс бывают утечки до полутора гигов дополнительно за длительное время нахождения в игре. То есть тот факт, что игре нужно, чтобы у вас на компьютере стояло 16 гигов, о чем я многократно уже и говорил в видео, и писал многим в комментариях, я уже все пальцы стер, чтобы всем это писать, подтверждается самим непосредственно руководителем проекта. С 8 гигами и менее вам практически обеспечены фрезы и лаги. Не всегда, конечно, иногда игра будет просто отлично работать, иногда начнутся такие фрезы, когда как раз в пике необходимой оперативной памяти ее будет не хватать и придется игре слишком часто обращаться к жесткому диску за подгрузкой новых данных. А как известно, жесткий диск это крайне медленная штуковина и при нехватке оперативной памяти все упирается в медленный жесткий диск. Конечно, с 8 гигами наличие SSD накопителя может немного сгладить этот фактор, так как доступ к данным происходит быстрее на SSD, чем на харде. Но тем не менее, SSD это не оперативная память, и всегда так или иначе нехватка азу будет проявляться в просадках и фрезах. Поэтому учитывайте, что игре нужно порядка 12 гигов оперативной памяти. Конечно, далеко не всегда, но бывают и такие моменты, поэтому по большему показателю и нужно измерять требования к железу. Еще одна из причин использования Unity заключается в том, что он очень гибкий и легко поддается переделке, потому как многие движки не позволяют сделать какую-то фичу, которую хочется внедрить в игру. Вот вы вспомните любые игры, любые шутеры, в которые вы играли, которые работают, допустим, на CryEngine или там на Unreal Engine. Вот вспомните, есть ли между этими играми какое-то такое, ну скажем так, сильное отличие? Вот прям вот, ну сильное-сильное. Чтобы, например, хотя бы взять в плане оружия, где вы видели еще хоть одну игру, я уже устал повторить этот вопрос, у которой оружие до таких мелочей проработано, до такой, скажем так, степени его можно переделать, из одного получить другое там и так далее. Я лично таких игр не знаю, во всяком случае, из тех игр, которые выпущены на конкретно вот движках таких популярных. Именно поэтому был взят Unity, что он очень гибок и поддается, скажем так, полной переделке, при желании и умении, понятное дело. Ну и также сам Unity имеет большую тестовую базу, как сказал неоднократно Никита в этом интервью. Далее речь зашла о топористах и должны ли быть они в игре. Многих они бесят, но, например, меня, конкретно сам факт их наличия не бесит вообще, если вдруг кто-то мог подумать, что меня бесят топористы, это не так. Меня бесит, что они ноют, если их застрелишь. То есть, по их логике, должно происходить примерно так. Попадается мне топорист на глаза. Он мне машет головой, мол, не стреляй. Я по его логике должен сказать, а, так у тебя нет огнестрела. Ну ладно, иди тогда своей дорогой, иди, иди. Потом этот чувак хватает где-то с трупа огнестрел, догоняет и убивает меня в спину. Либо просто попадается где-то еще дальше, на локации с огнестрелом, и вообще вот вопрос мне такой, нафиг оно мне надо давать ему шанс, потом меня застрелить. То есть, если я вот сейчас не убил, пока у него нет огнестрела, он потом меня где-нибудь может застрелить. Есть такая вероятность, 50 на 50, никуда от этого не денешься. Тем более, многие получают именно кайф бегать с топором. Многие игроки с топорами оказываются 30-40 уровней, то есть далеко уж точно не новички. И поэтому наличие у них только топора в руках, это не иначе, чем просто их выбор. То есть, им просто нравится бегать с топором, вот и все. Поэтому лично я стреляю сразу, и все. Мне незачем оставлять потенциально убийцу в живых, который потом меня где-то встретит с оружием уже, с огнестрельным, и уже щадить меня не станет. Он просто попытается меня убить. Логика вот в этом вообще какая? Зачем мне его оставлять и ждать, что он меня где-то потом подстережет и застрелит? Непонятно лично мне вообще. Я лучше его застрелю заранее, и все. Так сказать, на корню просто проблему надо решить. Вот и все. То есть, если топориста видишь, стреляй в него, и все, неважно, машет он тебе там башкой или не машет. Если это не ваш друг или знакомый, и вы не знаете, что от него потом ждать, его надо застрелить. Иначе он потом поднимет оружие и застрелит где-нибудь вас. И уже вы ему машите, не машите, вас он точно уже не оставит в живых. При возможности вас убить. Так вот, далее из этого речь зашла о ближнем бою и непосредственно ударах в ближнем бою. Удар прикладом или какой-то другой ближний удар будет разрабатываться. Именно так сказал Никита Буянов. И, как вам правильно заметил, бывают такие ситуации, когда нужно какое-то действие непосредственно с тем, что сейчас есть в руках. То есть, не так, что надо убрать автомат, достать топор, и пока ты это делаешь, ты уже получаешь по голове топором от противника. А нужно непосредственно какое-то быстрое действие в ближнем бою именно. Например, вот живой пример. Ты подходишь в упор на противника, допустим, из-за угла где-нибудь на заводе, и тут выясняется, что у тебя патронов нет. Либо ты выстрелил несколько раз с него, у тебя патроны кончились, но противник все еще жив и идет на тебя и собирается тебя рубануть или застрелить. А ты, как дурак, стоишь и смотришь, пока тебе, например, топорист топором бьет по башке. Или ты, допустим, убегаешь от получаемых в спину выстрелов, потому что у тебя нету патронов. При этом ты держишь в руках тяжелый железный калашмат, которым можно было так огореть по башке, что мало бы не показалось. И казалось бы, почему этого нет? Почему я не могу это сделать? То есть, почему я, как дурак, стою и держу этот автомат, вместо того, чтобы дать врыво этому противнику? Так вот, нечто подобное, какое-то такое действие в игре будет разрабатываться. На крайняк я уже предлагал и в который раз предложу, чтобы не делать для каждого оружия анимацию удара прикладом или, например, рукоятью, в случае, если у тебя пистолет в руке. Нужно просто дать возможность ударить ногой в живот. Как это можно сделать с дверью? То есть, у вас есть готовая анимация удара ноги. Почему бы ее не использовать для ударов противника также? Как это было показано непосредственно в трейлере игры, где персонаж ударяет ногой противника и пока тот поднимается с задницы, первый уже успевает достать пистолет и выстрелить. Кстати, падение, например, при выстрелах в броню в упор с дробаяка тоже не мешало бы в игру внедрить, потому что как-то странно получается. Человек идет, в него всаживают 12-м калибром там с одного из двух метров, пусть и в броню, пусть, да, он там не смертельно ранен и все такое, но там такая энергия, что писец его по-любому, мне кажется, должно с ног как минимум сбивать, ну или оттолкнуть хотя бы назад. Поэтому странно, что в игре вот этого нет. А учитывая неэффективность вот этих сейчас нынешних гладкоствольных оружий, как то Байкалов, Тозов там или Сайги, как раз могло бы поспособствовать, ну скажем так, мотивации их использования, если бы хотя бы при выстреле в броню хотя бы персонажа роняло на жопу. Ну вы представляете, какой он на себе тащит, ну скажем так, груз, то есть на нем там броник, разгрузка, какое-то оружие, и тут у него еще шмаляют с такого оружия в упор. Он, мне кажется, должен падать на жопу хотя бы. И вот пока он там подымается, допустим, ты уже можешь успеть либо отбежать куда-то в сторону, принять какую-то другую позицию, если это где-то на заводе в узких пространствах происходит, или, например, сменить оружие, уже достать какое-то другое, стрелять более точно куда-то. Ну то есть механика падения на жопу при выстреле в упор в броню, мне кажется, должна быть в такой игре. Лечиться и бежать на спринте в дальнейшем будет нельзя. Многие до сих пор негодуют по поводу того, что можно бежать, стрелять и при этом еще и по горячей клавише лечиться. Так вот, как сказал Буянов, разумеется, такого в дальнейшем не будет. Просто на данном этапе необходимо доделать основной геймплей, который был задуман, а потом уже дорабатывать мелкие какие-то механики и наоборот большие сторонние интересные вещи вроде арены и убежища. Было сказано, что убежище в дизайне, документации и всем остальном уже готово полностью, и модели все собраны. В общем, как он сказал, бери и делай. Но сейчас этого не делают именно потому, что много работы еще в основном геймплее, который непосредственно влияет на саму игру. Это баги, недоработки разные и в том числе работа над сетевым кодом. И вот мне, кстати, крайне интересно, будет ли хоть когда-то внедрено сетевое сглаживание или просто забьют на это. Мне кажется, сетевое сглаживание просто необходимо, ввиду того, что в игру играют люди с абсолютно разных регионов, не только нашей страны, но и всего мира. У всех разный интернет, далеко не у всех оптоволокно. Я про себя, конечно, сейчас говорю, что у меня до сих пор АДСЛ и у меня нет возможности подключить оптоволокно по причине отсутствия таких линий вообще у меня в радиусе 15 километров. И я уверен, что таких людей, как я, не один человек. То есть я не один такой. Многие люди до сих пор на АДСЛ-ах или, например, на USB модемах, которые тоже ничуть не лучше АДСЛ-ей. Поэтому сетевое сглаживание необходимо. То есть необходимо вводить какие-то фиксированные задержки для всех игроков, чтобы не было приоритета у того, у которого интернет быстрее, он из-за этого быстрее всех видит и быстрее успевает среагировать, как нередко такое происходит сейчас. То есть работа над сетевым кодом это, конечно, хорошо, но если не будет сглаживания, то эта работа будет, ну, скажем так, не сильно эффективной, как мне кажется. Так вот, именно потому, что сейчас много работы именно над основным геймплеем и не вводятся фичи, которые идут после основной работы над геймплеем, грубо говоря. Далее были объяснены причины, почему игра не вышла в раннем доступе на площадке Steam. Самой первой причиной было желание разработчиков сделать собственную платформу, потому что это было интересно и потому что был бы полный контроль над происходящим. Второй причиной является то, что при наличии собственной площадки распространения игры не нужно было бы платить никому комиссию. Напомню, если вдруг кто не в курсе, что разработчики, которые продают свои игры через Steam, платят 30% самому Steam. И третьей причиной было то, что в Steam есть система отзывов, которая может на ранних этапах просто-напросто закопать игру. И до релиза такая игра может просто не дожить ввиду чрезвычайно низкого рейтинга. Просто потому, что разрешено оставлять отзывы и эти отзывы учитываются для рейтинга игры даже во время раннего доступа. Из-за чего, по словам участников этого подкаста, были утоплены многие интересные проекты, которые засрали просто-напросто на ранних этапах вот в этих самых отзывах и к релизу. Из-за этого у игры был низкий рейтинг, хотя, допустим, возможно, к этому времени уже все было исправлено и переделано в игре в лучшую сторону. Но так как люди смотрят на рейтинг, они уже не купят игру и не станут проверять, нормально ли там сейчас все или нет. Поэтому игра в Steam, если и появится, то только в релизе. Ну и, например, пресловутое сглаживание. Опять же было сказано, что в Unity нет аппаратного мультисемплинга, того самого MSAA, который вы часто видите во многих играх. Поэтому сделать нормальное сглаживание посредством движка невозможно. И в этом направлении нужно будет придумать что-то свое. Был также задан вопрос насчет возможной будущей игры Russia 2028. И было сказано, что эта игра будет непосредственно сингловым проектом. То есть никакого сетевого режима там не будет. Те, кто сейчас ждут от Escape from Dark какой-то сингловый режим, его не будет. Он будет как раз-таки в Russia 2028. А значит, там не будет всех вот этих сетевых проблем. Поэтому выбор движка для той игры, если ее разработка начнется вообще. И будут рассмотрены все возможные варианты на момент именно начала работы над этой игрой. От себя я замечу, что для начала нужно закончить основную работу над текущей игрой. Потом уже вопросы про следующую задавать. То есть люди зачем-то задают вопросы про следующую игру. Хотя мы еще не увидели релиз этой игры. Это все, что я для себя выделил наиболее интересным из интервью. А сейчас лайк или дизлайк, подписка или отписка, я пошел дальше делать выпуск про тест видеокарты. Поэтому звони в Тарьколок, чтобы его не пропустить. Пока.